Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Взятая галочка, поставленная в бюллетене, выяснила наш корреспондент. На выборы? Нет. Конечно, обязательно. А как же надо? Ну да, а как же не ходить? Потом ругаемся. Конечно, пойдем. Мнения Арчаны разошлись. Некоторые собираются пойти на выборы, другие ссылаются на занятость. Кто-то просто игнорирует их и даже не думает об этом событии. Статистика прошлых лет показывает, явка избирателей в Орске оставляет желать лучшего. Причем, если население еще как-то принимает участие в выборах федерального значения, то местные и областные для многих остаются незамеченными. Бюджет области, то есть областной бюджет в обязательном порядке каждый год по окончанию года утверждается на предстоящий год именно законодательным собранием Оренбургской области. Там, где документ основной, финансовый, там, где прописываются основные положения и, так скажем, части приходные, поступления денег в бюджет и расходные части бюджета областного. Выбор представителей власти – это скорее обязанность, чем право считают многие. Про то, что от этого напрямую зависит их жизнь, люди попросту забывают или не верят, что окончательное слово остается за простым человеком. Далеко не все, вообще ничего не решено. И от твоего голоса зависит, кто будет избран кандидатом. Вот это вот очень важно. Понимаете, я очень часто встречаюсь с молодыми людьми, и когда начинаю им вот это рассказывать, и когда начинаю показывать на графиках, что вот, смотрите, что получается, что если 30% населения пришло голосовать, да, то, значит, и проголосовало за какого-то кандидата, например, из этого 15%, тогда 70% своих голоса дают вот этим 15%. Россияне часто заглядываются на жизнь европейцев. Они уверены, что уровень жизни на Западе является намного выше, чем в родной стране. По мнению многих политологов, высокая явка – это первый показатель развития гражданского общества. На Западе для населения выборы всегда яркое событие, потому что, отдавая свой голос, человек избирает тех, кто будет представлять его интересы. Европейцы ни на грамм не ставят под сомнение этот факт. Отсюда, говорят специалисты, и уровень жизни на 10 шагов впереди, чем в нашей стране. Молодежь – основное поколение, которое и выбирает себе власть на сегодняшний день, они должны думать о том, кого избрать, и позицию занимать активно в этом направлении. В Европе люди уважительно относятся ко всем статьям своего законодательства. Конституция ведь для того и создана, чтобы гарантировать нам наши права за то, что мы будем выполнять определенные обязанности. Каждый сам кузнец своего счастья. А чтобы сковать его прочную основу, нужно быть уверенным – выбор все-таки остается за каждым отдельно взятым человеком.